Партнер показа – сеть фирменных магазинов «Гефест». Если утро не заладилось, а день пошел не так, то вечер обязательно будет добрым. Нужно лишь включить любимый телеканал и отдохнуть за просмотром познавательной и увлекательной программы «Добрый вечер, Гомель». Уважаемые друзья, здравствуйте! Вас приветствует Светлана Князева и Александр Гамоля. Сегодня мы встретимся с интересными людьми. Это музыканты. Их творческий путь пролегал через тернии к звездам. А сегодня они победители престижных фестивалей и конкурсов. Их душевная музыка просто завораживает. В гостях у программы «Добрый вечер, Гомель» несравненный инструментальный ансамбль «Лирица» Гомельской областной филармонии. И его участники Денис Лобачев, Андрей Сочнев и Елена Сочнева. Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые гости! Добрый вечер! Спасибо, что вы нашли время навестить нашу программу. Нам очень приятно, даже несмотря на то, что у вас очень плотный график и большая занятость. Нам тоже очень приятно быть здесь, в такой теплой атмосфере и поделиться, так сказать, свежей информацией. Ну, в такой компании мы уже не в первый раз здесь встречаемся. Ранее вы приходили к нам в студию, мы разговаривали о вашем коллективе, о творчестве, о музыке, об отношении к искусству. Но сегодня начать программу хотелось бы вот с какого информационного повода. Не так давно инструментальная трио «Лирица» стала победителем 13-го международного фестиваля конкурса оркестров и ансамблей народных музыкальных инструментов «Жубановская весна-2016» в Казахстане. Вы, если я не ошибаюсь, впервые принимали участие в таком конкурсе и вернулись оттуда сразу с тремя наградами. Это дипломом первой степени, единственным специальным дипломом за лучшее исполнение произведения Ахмета Жубанова и дипломом лауреата фестиваля, которым была отмечена солист-инструменталист Елена Сочнева. Все правильно? Да, абсолютно верно. И в Казахстане мы были впервые. То есть это действительно так. Не впервые на конкурсе, но впервые в Казахстане. Страна понравилась? Очень. Необычная страна. Отличается от Беларуси, правда? Да. У них свой есть колорит. Свои традиции, культура своя интересная. Для нас это была новость. Открытие для себя Казахстан. Ну, вернемся к вашим наградам. Мне кажется, это очень круто, хотя трудно осознать, будучи не музыкантом, вообще, насколько это круто. Как вообще вы попали на этот фестиваль? Что это за фестиваль? И как удалось покорить жюри? На фестиваль мы попали следующим образом. Мы были в Оренбурге на пятом международном форуме и участвовали в концерте, в большом концерте Россия, Беларусь и Казахстан. Три страны. И нас заметил директор. Он был, видимо, в зале. Услышал нашу игру. И директор филармонии Елубай Мухаммедович Кинжалиев. Я выучил, чтобы не потеряться в Казахстане. Пригласил нас на этот фестиваль, потому что мы тоже о нем не знали. И он сказал, что вы обязательно должны быть на нашем конкурсе и поучаствовать. Вы просто будете довольны тем, что там увидите. И это было действительно так. Единственное, что было нужно в этом конкурсе, необходимо играть музыку казахского композитора Ахмеда Жубанова. И этот конкурс «Жубановская весна», переводится «Жубанов как ты ми», именно посвящен творчеству вот этого известнейшего на всем казахском пространстве, как академик, музыкант, композитор, профессор. Он возродил профессионально казахскую музыку. И в этом году 110 лет было празднование его даты рождения. В принципе, и филармония носит имя Газиза Жубанова. Это дочь, которая продолжала творчество своего отца. Раньше были знакомы с творчеством? — Либо приходилось впервые окунуться в его произведение и что-то изучить? — Нет, мы абсолютно не были знакомы с творчеством. И вот именно в условиях конкурса необходимо было играть музыку Ахмеда Жубанова. И мы долго думали, как можно попасть именно в то русло, что нужно играть, чтобы зацепить казахскую публику. Что нужно делать? Жюри и так далее. И, значит, они высылали нам ноты. То есть можно было выбрать из нескольких там произведений какую-то композицию. Ну и мы остановились на композиции «Ак Когершин». Ну а Ак Когершини, которую аранжировку сделал Денис Лобачев? — Мелодия переводится с казахского «Белый голубь». И она является в Казахстане неофициальным гимном. — Когда вы об этом узнали? Что в гимн попали? — Ну, узнали в процессе. — Когда можно было порепетировать перед началом выступления, и ребята, которые нас слушали, сказали, что вы знаете, что эту песню ставят всегда на 1 мая, на все праздники национальные. — То есть самая узнаваемая, самая популярная, самая играемая песня. — Даже в фильме о войне она звучала, там был эпизод «Казахский войн», он напевал эту песню. — То есть как вы выбрали? Вам прислали список с нотами тех произведений, которые вы можете спеть, и вы сами выбрали именно это? — Да. Как она легла нам, ваше музыкальное инструмент? — А мы именно вот из этого исходили, потому что сложно было попасть, чтобы звучало, цимбалов все-таки инструмент, который гудит, и хорошо играется, ну такая более спокойная музыка, чем подвижная. Мы решили, ну мелодия красивая, очень такая приятная, мы подумали, вот оно, по-моему, такое нужное произведение, вот мы с него и как-то на нем остановились. — Причем в нотах было написано одноголосная мелодия и очень простенький аккомпанемент. — А что получилось, там выходило? — Получилось, ну как сказали в Казахстане, этот белый голубь с европейскими взглядами, с европейского звучания, очень понравилось им. Вообще казахская музыка, она в целом, можно сказать, как однообразная, но есть какие-то различия там интересные. Но вот так вот, как прозвучало на конкурсе, в таком варианте белый голубь, они никогда не слышали этот вариант. — А что явилось особенностью композиции в таком варианте? — Белорусский инструмент, цимбалы или что? Или все-таки ваша обработка? — Тут и белорусские инструменты, тут и мелодичный цимбал, и обработка, аранжировка. То есть смысл, если по образу смотреть, то замысел был такой, что белый голубь — это как птица мира, и она облетает весь мир. То есть мелодия не только казахская была, но, как отметили сами казахи в жюри, что услышали и китайские напевы. — Монголия, мелодия в Монголии. — Каждый представитель какой-то страны услышал свои... — По тексту, наверное, уникально. — Вы что-нибудь запланировали, так получилось, да? — Так получилось. — Причем один из музыкантов тоже сказал, вы знаете, такое ощущение, что вы как будто знали и дружили с Ахметом Жубановым. То есть это для нас было очень приятно. — Мы так много говорим об этой музыкальной композиции, может быть, мы ее послушаем? — Да, конечно. Музыка Ахмета Жубанова «Ак Кугершин», что в переводе «Белый голубь». Музыка Ахмета Жубанова «Ак Кугершин» Музыка Ахмета «Ак Кугершин» Музыка Ахмета «Ак Кугершин» Музыка Ахмета «Ак Кугершин» Музыка Ахмета «Ак Кугершин» Музыка 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 «Ак Кугершин» Программа тоже была крепкой. Не подходили, не спрашивали, что это за инструмент. Не было такого повышенного интереса. Конечно, фотографировались. Цимбалы всегда привлекают. Они не всегда есть, конечно. То есть это символ Белоруссии. Мы точно можем утверждать, что где есть цимбалы, там очень много людей сразу. А чем так приглянулась жюри Елена Сочнева, которой отдельный приз вручили? Как вы думаете? Ну это было вообще-то удивление, потому что у всех оркестров в основном были солисты. Это вокал вышел, спел, на гитаре кто-то отдельно сыграл, или там на баяне. А я все-таки не отдельно играла, я играла во всей программе совместно. Может быть... Может она была у нас как Белый Голуб. Может, она была похожа. Одна красивая женщина, талантливая, среди мужчин. Ну, чем-то она, да, видимо, все-таки впечатлила жюри. Я думаю, что вы оставили огромное впечатление на и жюри, и гостей, и участников. А какие впечатления остались у вас? От ваших коллег, от тех же ансамблей, коллективов? Чувствовалась ли конкуренция? Конечно, чувствовалась конкуренция, и довольно серьезная. Почему я уже говорил, что культура Казахстана, она сейчас развивается, растет, и уровень, естественно, растет исполнения. В каждой области Казахстана есть свой национальный оркестр. В принципе, не только Казахстан там заявлял о себе, но и другие страны... Да, на высоком уровне очень приезжали. Турция, там приехали с академии музыки, профессиональные музыканты. Вот все профессионалы, и фактически филармонические оркестры, они составляли конкуренцию нам. Когда сидит коллектив, 30-40 человек, когда звучит мощь, конечно, мы втроем довольно тяжело было пробить. Конкурировать, но тем не менее, задеть вот эти вот нервы. Сейчас у вас нет после такого успеха в планах, как бы, ну, турне по Казахстану? Конечно, есть. Мы уже оговаривали. Есть ли возможность? Да, да. Мы, естественно, были люди, которые подходили, проговаривали, но мы пока не будем говорить, пока не, как говорится, ГОП, пока не перепрыгнул. Но, естественно, конечно, были уже приглашения, и я думаю, что мы поедем опять. Ну, ничего подобного, как вы говорите, конечно, казахская публика не слышала, особенно такой аранжировки. Чем вы еще удивили участников, жюри, гостей фестиваля? Были ли композиции, которые вы сейчас можете исполнить? Наверное, не только победная звучала композиция, и другие? Ваши популярные. Программа состояла, значит, необходимо было сыграть 30-35 минут. То есть это полноценный такой мини-концерт, абсолютно верно. Поэтому что могло их заставить? Ну, наверное... Отдать нам первое место. Подача, разнообразность программ, потому что все-таки играли в основном национальную музыку Казахстана. Ну, европейской там очень мало было музыки. А не удивились вообще, что вы так вот взяли быстро и так вот, ну, скажем, вошли в нужный лад? И вот казахскую музыку просто, ну, за такое маленькое количество времени подготовили эти композиции. И сыграли как родные. И сыграли даже лучше, чем это делают коллективы в том же Казахстане. Я думаю, что они все крепко готовились, потому что было слышно, что они все выверено, дирижеры готовы. Ну, может быть, их удивило, что мы издалека приехали, поскольку в основном там азиатские регионы, приехали все азиатские представители. Ну, турки, они все же ближе, чем Беларусь. Вот. Почему мы? Ну... Приехали белорусы. Просто мы были хорошо готовы. Может быть, да, мы были готовы, мы к этому готовились, это было уже запланировано. Приехали белорусы и показали, как нужно играть казахскую музыку. В европейском варианте. Вот это для них больше было удивлением. Да, сказали, азиатская музыка с европейской аннажировкой. У нас таких представителей еще не было. А сколько времени готовились к фестивалю? Ну, в принципе, мы выбирали те произведения, которые мы уже на конкурсах играли, поэтому мы знали, что эти произведения уже проверены. Ну, а поскольку уже только добавили вот эту казахскую, ну, здесь она была у нас экстремально быстро, потому что в феврале начались официальные вот эти пригласительные моменты, которые уже прислал Казахстан сюда. Ну, где-то три недели. Три недели, а Тенис Лобачев, да. писал, аранжировку делал, причем из минимума делал максимум инструментальный, который сложно было, я не знаю, как... Ну, он прослушал же сколько композиций, то есть мы, естественно, интернет, пожалуйста. Ну да, чтобы написать музыку. Уважаемые телезрители, для вас звучит очередная музыкальная композиция от инструментального трио «Лерица». Вальсок и полька. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Я смотрю, и никто не ест! Добро пожаловать в Казахстан! 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 второй день это у жениха и третий день что мне понравилось особенно все гости собираются объединяются все родственники у них называется название обряда и чай название чай название чай и они обсуждают уже кому что не понравилось где-то что-то кто-то подумал кому-то что-то осуждает дают пояснение происходит такая детализация мероприятия потому что два рода объединяются и все праздники по жизни не вместе чтобы не было никаких обид поэтому они очень дружно и даже в общении видишь казахстане между собой даже в молодежь как они очень уважительно относятся даже водитель друг друга пропускает из что-то еще с извинениями все аккуратно очень беларусь то интересовались до некоторые были тоже свое мнение говорили нравится естественно в другом регионе они находят тоже плюс они говорят что мы влюблены в беларуси чисто красиво зелено потому что мы приехали еще менее так и люди хорошие то есть то есть он там тоже много живет наверное говорят то же самое что и мы сейчас они поэтому все это здорово приятно правда конечно хорошо уважаемые гости ваш коллектив существует уже давно лауреат премии президента республики беларусь как вы считаете с какого момента начался стремительный творческий рост инструментального трио какой такой переломный когда действительно вас понесло в хорошем смысле слова ну я думаю это когда мы уже начали ездить по конкурсам то есть было целенаправленно чтобы у коллектива был хороший уровень необходимо участвовать соревнованиях это это стандартный подход да поэтому вот очень большое количество конкурсов пройдя мы уже стали понимать важность того что мы делаем и конечно же это где-то наверное год 2003 да вот наверно с того периода она уже накопилась и уже как будто бы выстрелила но было уже понятно что ну мы начинали да уже хорошо типовым и вот все конкурсы постепенно постепенно мы двигались 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 вперед есть очередной дипломы победы вот теперь уже с денисом и бачевым но кстати расскажите наградах может быть покажите продемонстрировать нашим телезрителям этот уникальный диплом последнего до последнего с международного фестиваля из казахстана ну да видите очень по большому по взрослому один арын арын это наверное степень первая степень до диплом первой степени еще нам вручили ну вот такой кубок и и подарили инструмент нам подарили инструмент а вот эта книга чудесная знаете здесь собраны все ой диски там да здесь 12 дисков написано записанных и есть перевод песен музыкальное наследие октябинского региона книга очень интересная и подарили нам инструмент вот вы можете его увидеть а может быть денис и что-то можно попробовать конечно не чтобы не обидеть казахских друзей казах но тем не менее в машине пока ехали что что-то научились как можно научиться если раньше не играли так вот в машине сидя наверное можно это же все таки профессиональные музыканты и он пока едет хоп хоп и собственно говоря можно на двух струнах что-то не играть это я так понял что больше подарочный инструмент вообще профессиональные инструменты не к не две струны я вижу даже до этого на 2 струны всего лишь но играют они здорово на оркестры сидят в группу группа вот таких вот инструментов все в технике исполнения заключается либо в звучании инструментов но тут и звучание и техника сама ну струн инструмент один из этих струнных инструмент пожалуйста милая вещичка там Да, ну звучит так. Они, во-первых, садятся, интересно, они садятся вот так вот. И весь концерт так сидят. Это же нужно тоже растяжку иметь определенную. Хорошо, хорошо. Удобные брюки. Вот так примерно мы ехали из Казахстана. Такая дорожная тема. Дорожная тема. Обязательно такая она казахская музыка, да? Музыка у них, она очень образная. Я сыграл как бы... Ну, на кнопочках у тебя лучше, да, получается. А ты, наверное, думал, ну, хорошо, что казахи не видят. Да, мы просим прощения сразу. А вообще музыка у них очень образная. Она, когда звучит оркестр, сразу рисуются степи казахские, сразу рисуются национальные у них традиции, а соколиная охота. Ну, вот видите, как интересно. Вот традиция, вот мировосприятие, вот природа, вот именно все это вкладывается в искусство. И получается свои музыкальные инструменты, национальные, очень интересные. Вот. Поэтому, ну, помимо Домбру, есть еще у них национальные музыкальные инструменты. Я обратила внимание, вот здесь на инструменте висит перышко. И у казачьих тоже, казахских женщин, головные уборы тоже были. Это у них такое обязательное... Ну, с этим связана традиция, вообще-то лебединые перья. Вот это лебединые перья, да. И когда нам рассказывали, на шапках у женщин, такие же лебединые перья, только там побольше немножко, и более пушистые. В этом традиция есть, когда в старину два рода, когда, допустим, дружат между собой, и сын, родного сына, у второго дочка. И, значит, один отец сына говорит, что вот мой сын женится на твоей дочери, и одевает ей шапку. С лебедиными перьями. Да, да. То есть все. Это означало то, что эта девочка занята уже, и пока она не вырастет. И что, не настили эти шапки? Да, насилие, то есть не занимать. Не, ну, слушайте, ну вот то ли колечко, можно спрятать, там, в карман положить, никто. А уже шапку-то уже все, уже каждый видит издалека. Сейчас эта традиция есть, но она выполняется только уже в момент бракосочетания. Одевают шапку, и все. А раньше с детства ходили шапкой. Я, кстати, спрашиваю, у нас был сопровождающий нас Мирбул, его звали. Это был дирижер камерного хора. Актюбинской филармонии. И он, я тоже спрашивал, а как вот у вас с национальными одеждами, то есть носят ли и так далее. Он говорит, ты знаешь, каждый праздник, или даже ты, если идешь в гости, мы несем. Я, допустим, несу тюбетейку там, или какой-то халат. Это принято. И у меня, говорит, в шкафу очень много этого всего. В смысле, несут? Как, с собой несут? Или что, там переодеваются или как? Нет, они приходят в подарок и дарят вот все, что связано с национальными одеждами, там, какими-то. И одежда у всех есть дома, для того, чтобы это все одеть. У каждого казаха. Вот видите как, я думаю, что они и в дар очень были бы рады также принять национальную одежду других стран. И даже, наверное, у некоторых есть целая коллекция национальных костюмов, раз существует такая традиция. Партнер показа – сеть фирменных магазинов «Гефест». Мы с вами не виделись, наверное, более половины года, да? За это время, ну, не только международный конкурс в Казахстане в вашем активе, но и другие мероприятия, конкурсы, фестивали. Расскажите, где вы побывали в качестве участников, в качестве гостей, неважно, какие впечатления? Ну, буквально вот на днях мы приехали из Оптиной пустыни. Это фестиваль уже, он проходит седьмой год, и мы там участвуем уже шестой год, скажем так. То есть мы шесть лет ездим в Оптину пустынь. Это фестиваль славянской песни, и мы всегда гостями открываем по традиции это мероприятие. И в этот раз случилось так, что мы тоже были на съемках, именно уже была прямая трансляция по каналу «Союз» всего мероприятия. И мы приехали очень под большим впечатлением, потому что Оптина всегда оставляет в душе какой-то благодатный след. Вот, и мы точно знаем, что мы поедем туда еще. Денис, у вас какие впечатления? Впечатления? Ну, это забыть нельзя. Ощущение такое, какой-то беззаботности. Ничего тебя не беспокоит, ничего тебя не тревожит. Все проблемы остаются за стеной храма, за стеной монастыря. Монастыря. Вот, и понимаешь там, что для человека вообще очень мало нужно. Кусок хлеба, крыша на головой, работа, все. Ну, и там происходит работа над собой, задумываешься. Это как побороть себя вообще. Вот. Ну, и, конечно, фестиваль, он способствует этому. Тоже самое фестиваль, дух фестиваля присутствует такой благодатный. Очень, когда выходит, вот была из России девчонка, она пела страдания Тульской области. Вот подача сама, вот, славянская, вот эта вот сильная, мощная. Думаешь, куда враги лезут? Одну песню можно уничтожить просто. Вот. Она ощущается очень сильно. И сербы были. И сербы были. Да, да, да. Так и есть. Так и есть на самом деле. Это передается в поколение. В поколение это замечательно. И здорово, что такой фестиваль есть. А вы чувствуете, что вы вот заряжаетесь этой энергетикой, этой атмосферой, да? И это как-то в последующем может вылиться в вашем творчестве? Конечно, конечно. Даже музыка, которую мы пишем или с ребятами вместе, совместно делаем. Мы не знаем, что будет происходить и что к нам придет. Вот тот же Белый Голубь. Планировалось другое вообще. Но получилось вот так. В процессе все. А в чем секрет вот этого уникального волшебства? Это уникальное сочетание ваших характеров, ваших талантов? Или просто правильное отношение к работе? Я думаю, что здесь все сочетается в комплексе, потому что кто-то слышит со стороны. Например, вот Андрей садится, он слушает, вот как мы начинаем что-то вдвоем играть. И он говорит, вот это здесь не звучит, а вот здесь надо поменять. А вот здесь давайте это уберем, что-то вот и начинает что-то напевать. Вообще другое мы такого в нотах еще не видим. То есть происходит такой творческий процесс, который сложно даже предугадать, как оно пойдет. Поэтому тут как-то оно так складывается. Если вот оно всем понравилось, вот то, что произошло в этот момент, ну мы фиксируем, стараемся как-то это оставить. Если это доработается, значит, будет еще как-то интереснее. Одна голова хорошо, три лучше. Да. Знаете, замечательная у вас работа. Эти все поездки, где не бывают, напитываются разным. Где-то вот как казахи, там так весело, наверное, свой акцент, ярко. Пустынь, там более так размеренная, более духовная атмосфера. Это так приятно и замечательно. И, наверное, вас очень обогащает духовно. Мне кажется, да. Всех, любого человека. Вот возьмите любого человека. Если вы очень много путешествуете, вы просто, вы не можете не развиваться. То есть вы изучаете что-то, географию, вы изучаете страны, вы изучаете традиции людей. И вы становитесь полноценным человеком. То есть нужно путешествовать, нужно ездить, стараться дарить свое искусство, как у нас это получается. Мне кажется, лично мое мнение, что успех ваше инструментальное трио не покинул в связи с обновлением состава, а наоборот, пошел стремительный рост. Не так ли? Да, я согласен. Вот по количеству фестивалей, по количеству композиций, новых направлений. Все только идет вперед. Да, Александр, у нас сейчас есть большие планы на будущее. Мы, конечно, не будем их сейчас все освещать, но в ближайшее время мы хотим сделать такой совместный проект с музыкантами на Волынке. То есть вы планируете привлекать дополнительных участников? Да, чтобы таким масштабным проектом сыграть. И мы уже оговорили в концертном зале Минск, правда, ну, малый зал, хотим сделать там музыкальный проект, где будут участвовать не только белорусы, но и приезжие. Хорошо. А где вы находите, вот вы уже знаете, кого вы привлечете в этот проект? Милашка, все-таки хочу углубиться. Скажите, где вы находите этих музыкантов? Ну, сравнительно недавно, ну, сколько, месяц назад, наверное, я случайно шел на автовокзал и впервые увидел музыканта, который играл на Волынке. На автовокзале? Да, на улице просто с фонограммами, у него своя колонка, у него фонограммы, там он играл рок, он играл национальные мелодии, шотландские. Вот, очень понравилось, и реакция людей, она просто не заставила себя ждать. Все проходят мимо, там, что-то ему там бросают, знак благодарности, там, слушают, аплодируют. Вот, и у меня такая мысль появилась, я тут же звоню Андрею, что вот есть такой паренек в Гомеле появился, вот надо. А он, оказывается, он из Донецка, по-моему, или из Луганска, или из Донецка, не помню уже, но приехал сюда, в Гомель, и вот он ездит сейчас, вот, мы уезжали. Ну, и он поехал дальше, где-то наступать. Я тут же сказал Денису, ты пригласи, пожалуйста, его на концерт. Да, да, приходи к нам на концерт. То есть пока вы еще не встречались, так что... Он был на нашем концерте, мы уже все проговорили, и планируем совместный вот концерт сделать. Конечно же, будет интересно вас послушать с участием такого инструмента, как волынка. Ну да, человек не имеет музыкального образования, он играет все на слух. Вот как важно не проходить мимо, казалось бы, мелочей. И держать нос по ветру. Да, причем они, по-моему, с женой вдвоем, на двухволынках дуэтах. Ну, еще с нами в концерте, вот до нашей отъезда в Казахстан, играла Татьяна Иванова и Светлана Ермильна. Тоже в нашем концерте. Это дуэт балалайка и фортепиано. И мы планируем с ними сделать несколько произведений вместе. То есть у нас уже будет квинтет. Здорово. Слушать хочется. Какие музыкальные произведения засучали по-новому в вашем обновленном составе? Я думаю, что фантазианов на тему песен Владимира Мулявина мы доработали. Ну, какие-то моменты изменили. У нас изменилось в программе Пьицола. В аранжировках многие моменты у нас вот у Дениса появились свежие мысли по этому поводу. И мы даже можем исполнить Либертанга. Да, с удовольствием. Конечно. Сейчас с удовольствием послушаем. КОНЕЦ 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 Уважаемые гости, прекрасно, замечательно. Душа раскрывается, я чуть не пустился в пляс. Скажите, как вы подбираете авторов музыкальных произведений, сами произведения? Есть какой-то принцип? Либо это все под настроение, под ощущение? Больше под ощущение, наверное. Если это что-то интересное, новое. Но не каждый ложится на музыкальные инструменты, не каждая композиция. Нет, мы обязательно это слушаем. Потому что просто вот все подряд играть не получится. Оно должно все-таки сочетаться, и цимбалы надо в этом, чтобы хорошо легли. Ну, то есть специфический инструмент. Специфический он все же у нас. Есть произведения, которые мы хотели сыграть, но вот... Не потому что я не могу сыграть. Это оно не звучит. Вот не все скрипичные произведения можно сыграть на цимбалах. Все-таки отчетливости сухой скрипки в цимбалах с этим вот гулом, накладывающимся обертонами, очень многие говорят, что не все надо играть на цимбалах. Поэтому тут надо очень аккуратно... То есть рамки есть? Аккуратно, да. Ну да, чтобы это не выглядело безыскусно, скажем так. А какая музыка хорошо ложится? В каком направлении? Любая кантилена спокойная музыка, почти вся ложится очень хорошо. Цимбалы певучий инструмент, и поэтому... Хоть он и ударный, но все же, если владеть хорошо, то любая кантилена, любая мелодичная, спокойная, это все всегда хорошо слушается. Все, что ударно-акцентное, тоже хорошо так слушается, если это современные авторы. Бывает у нас белорусские авторы хорошо пишут для цимбалах такое. Вроде как оно быстрое, но они очень удачно, вот насколько, может быть, слышат уже неоднократно, как и звучит, они очень удачно пишут своим белорусским исполнителям по этому цимбалу. Уважаемые гости, все знают ваше произведение «Калаш» на темы из оперы Жоржа Безе «Кармен». Хотим услышать, вспомните. Конечно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 куча званий у него там на международном уровне мы сейчас работаем над его произведением после музыкальное приношение называется сражение посвящает красивая музыка и смотря на то что современная но в принципе мелодичная образная музыка вот сейчас закончили отность произведений я закончил черновой работы будем смотреть дальше что можно сделать три восточных сна то есть восточная музыка или сны странников там еще даже с названием процесс только буквально мы только с текстом закончили с ребятами будем смотреть половину у нас в планах вот за лето наверно к осени мы уже хотим обновить программу как можно больше то есть подготовиться за лето и сыграть абсолютно новую программу для наших азиатка теперь еще и восточная может быть и клан скачу мы тоже планируете обновлять связи с обновлением программы и состава участников вполне возможно смотря какой музыки мы будем стремиться мы же не знаем куда нас занесет кстати верно основная ваша крета да вот как-то плыть по волнам определенного того вид что-то и вот будете всегда в центре происходящего мне кажется у вас ты получать и особо наперед не заглядывая правда конечно вообще вот зная ваш коллектив у вас столько разных обстоятельств все сходится в одно какое-то русло и какая-то сила к этому прибавляется особенно в последнее время и получается успех те же фестивали вот откуда было бы денису встретить на улице музыканта хоп-хоп встретил поговорил появилась какая-то идея а часто вот такие совпадения замечаете вашей деятельности профессионально и сам денис таким чудным образом неожиданно появился правда наверное вот с этого момента чудеса и начались для меня это шум конечно хочется теперь погрузиться немножко вот в глубь вашего коллектива андрей елена супружеская пара скажите как это влияет на творческий процесс вот это способствует развитию коллектива где-то может быть как вообще определяетесь и споры вот все это переносится на семейную жизнь либо как-то старайтесь разделять вот здесь семья здесь творчество я думаю что нет по моему это как стиль жизни лирица это стиль жизни поэтому и когда ты вот вдвоем об этом все время думаешь она всегда помогает мне кажется наоборот если бы мы были в разных профилях нам сложнее было совмещать то есть никто на себя дело не тянет абсолютно совершенно этот я думаю что это как-то ну вот взаимосвязано взаимопереплетено у нас про чего не мешает спрашивают как вот вот все время вместе в вы надоели друг другу мы то есть вопрос ну не буду говорить что глупый но но в лоб кроме того должны больше что ваша дочь тоже музыкант и ну да она учится сейчас в лицей ульяна старается постигнуть много она и закончила фортепиано и цимбалы алена обучала ее а сейчас она в теории музыки у нас замечательная семейная династия музыкантов уважаемые друзья ну что ж наша передача подходит концу да мы вам желаем всего самого хорошего творческих успехов мы в обозримом будущем чтобы вы получили звание как минимум заслуженного коллектива республики беларусь уважаемые друзья для вас играют музыканты инструментального трио лирица денис лобачёв андрей сочнев и елена сочнева доброго вам вечера всего хорошего и и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!